Развитие и процветание промышленности немыслимо без металлургии. Железный век подарил человечеству возможность изготавливать из металла немало жизненно важных вещей. Пожалуй, самой главной ассоциацией с металлургией являются Мартыновские печи, у которых ковалась победа в Великой Отечественной войне, потом трудные годы восстановления страны, все руками рабочих металлургов. Людей с сильной профессией поздравляли очень трепетно и, конечно, от всей души. За труд, за преданность делу – железному, стальному, крепкому, основательному. С днем металлурга и с юбилеем завода «Щелмет», который по сей день работает в Щелкове. Это очень тяжелый, ответственный труд, который лежит на плечах сотрудников нашего завода. Конечно же, огромный вклад внесли ветераны предприятия, которые в послевоенные годы оказывали огромную помощь в восстановлении нашей страны. И сегодня продукция предприятия широко известна на отечественном рынке. Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие не только городского округа, но и в Московской области, да и всей нашей большой страны в целом. Когда-то, а именно 70 лет назад, в 1949 году, в Щелкове был основан завод для выпуска тонколистовой, кровельной ткани и изделий из нее. В период 60-70-х годов проведена реконструкция завода и организовано производство электротехнической динамной стали. Позже, уже в 80-90-х, в эпоху развития цветного телевидения проведена полная реконструкция. Завод укомплектован новейшим импортным оборудованием и стал третьим в мире производителем прецизионного металла, необходимого для выпуска кинескопов и теневых масок, цветных телевизоров и компьютерных мониторов. В настоящее время ОАО «Щелковский металлургический завод» – это производственный комплекс, оснащенный оборудованием для выпуска прецизионной холоднокатанной полосы. Вот такие предприятия являются основой промышленности в нашем городском округе Щелково. Это и рабочие места, это и налоги. В последнее время там замечают очень много молодежи. Поэтому что хотелось бы пожелать? Раньше говорили, производительность труда повышать. Да, это очень важно, но сегодня, наверное, очень важно, чтобы они были конкурентно способны. Несмотря на непростые условия конкуренции, Щелмет все же продолжает работу, пытаясь сохранить традиции и в то же время приспособиться к современным реалиям. Несомненно, сохранение завода – это важная задача как для руководства, так и для коллектива. История завода, нас так учили, нельзя подвести, говорю, к предыдущему поколению. Второе – это, естественно, знания и технологии, которые заложены в нашем производстве в самом. Ну и что самое важное, я считаю, это, конечно, трудовой коллектив. Это люди, которые на сегодняшний день очень активно участвуют во всех наших изменениях, проектах. Люди, которые на протяжении многих лет трудятся на заводе – трудовой коллектив. Какое душевное название. И заводская, проходная встречает каждое утро. И оборудование, которое ждет своего мастера. И дело, которое его уважает. А особым уважением, конечно, пользуются рабочие, посвятившие делу не один десяток лет. Есть на Щелмете и такие. Геннадий Корбунков – начальник цеха по техническому обеспечению производства Щелковского металлургического завода. Общий стаж работы в сфере металлургии почти 50 лет. Работает с оборудованием, налаживает, отслеживает работу, вносит рационализаторские предложения, занимается модернизацией оборудования. Современный подход, основанный на полном знании процесса. Предприятие должно, в конечном счете, быть работоспособным, обеспечивать интересную работу предприятия коллективу, коллективу, который является таким собранным, работоспособным, получать удовольствие от работы. Кадры, решающие много идей, позволяющие развиваться, создавать интересные проекты – именно это залог будущего успеха Щелковского металлургического завода. Главное, чтобы сил и желания хватило, что, собственно, сами сотрудники себе и пожелали в этот юбилей. Мне хотелось бы пожелать, конечно же, новых проектов и новых успешных проектов, блестящих их реализацией, и чтобы наш коллектив прославил завод, можно сказать, еще на 100 лет. Но еще здоровья хочется пожелать и, конечно, стабильности в этом непростом мире. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.